Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Вот оно, долгожданное сравнение Uber-супер-флагманов. Офигенных смартфонов, новинка Xiaomi 12S Ultra и Galaxy S22 Ultra на Snapdragon. Мы сегодня посмотрим, на что способны эти смартфоны, в принципе, сравнимы как по дизайну, так и по звучанию. Как работают эти смартфоны, скорость, нагрев, а как аккумулятор. Конечно же, мы с вами пройдемся по камерам и, в принципе, сделаем для себя какой-то выбор. Galaxy S22 Ultra на Snapdragon, либо Xiaomi 12S Ultra. Все, как всегда, максимально честно. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! В первую очередь, давайте, наверное, говорим о цене, потому что это два дорогих смартфона, но есть небольшое такое но. Samsung у нас теперь в России продается, ну, как бы считайте, официально он не продается. Да, можно пойти в официальный магазин Samsung и купить его за 127 тысяч рублей. Но вообще-то у нас, как бы, тут параллельный импорт. Поэтому я вам рекомендую пойти к моим друзьям в компании Cypress, потому что у них модель на Snapdragon, да, если вы в официальном Samsung будете покупать, вы будете покупать Exynos версия, а Snapdragon версия 8,1 все-таки пободрее. Так вот, она, 12256, в цифрусе стоит 73 тысячи рублей. Красота! 73! 73, не 130, 73 тысячи. Нормальные деньги, то есть в целом дорого, но вообще нормально. Если говорить про 12S Ultra, то этот смартфон прямо сейчас... Можно сделать так, чтобы не лаяла собака? Кстати, друзья, познакомьтесь, новая, наша новая собачка. Старая, к сожалению, Берри умерла, к сожалению. Мы очень грустили, поэтому вот у нас новая собачка. Ну, в общем, вот, друзья. 12S Ultra. Прямо сейчас на Алиэкспрессе можно купить за 68 тысяч рублей. Цена вполне себе хорошая. Правда, там версия на 8,256. Это минимальная версия, 8,256. Сразу хочется отметить, что 11 Ultra продавался, кстати, на Алиэкспрессе за 40-45. В цифрусе он продавался где-то за 50 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, это вообще очень классная цена. И я вам больше скажу, если вы хотите, в принципе, приобрести и Xiaomi 12S Ultra, или 11 Ultra, или Samsung на Snapdragon, обращайтесь к моим друзьям, компания Цифрус. Внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Цены классные, доставка по всей России. Ну, а если вы все-таки хотите выгадать какое-то количество денег и купить с Алиэкспресса, то, конечно же, я вам оставляю внизу ссылку на телеграм-канал Польза Нет. Именно на этом телеграм-канале, на котором, кстати, уже более 60 тысяч подписчиков, регулярно Александр, владелец канала, постит самую полезную информацию, ежедневные апдейты по ценам на прикольные гаджеты. OnePlus 10 Pro можно было купить за 34 тысячи, Mi 11 Ultra можно было купить за 35 тысяч рублей. Очень крутые варианты. Так что по цене 73 тысячи рублей в Цифрусе и 68 тысяч на Алиэкспрессе. Ладно, все, спасибо, давайте уберем ее. Следующий момент, который, безусловно, стоит затронуть, это позиционирование. Все-таки Samsung и iPhone это два, как бы, ну, признанных лидера, да? Xiaomi так или иначе догоняет. Многие по-прежнему бренд Xiaomi ассоциируют с чем-то недорогим. Многие не в курсе, что есть Xiaomi, который стоит 70 тысяч рублей. А если вспомнить мне 11 Ultra, он появлялся вообще за 108, по-моему, тысяч рублей. Это было в прошлом году. То есть, ну, честно говоря, охрененно дорого. Поэтому, если мы говорим про позиционирование, все-таки Samsung является, ну, более понятной компанией для большинства людей. Кстати, вы вообще за какой смартфон из этих двух? 12-ка, либо 22-й? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, если вы не за какой из них, если вы за iPhone или Realme, тоже напишите об этом в комментариях. Ну, если вы, в принципе, считаете, что покупать смартфоны с выше 30 тысяч рублей, это как бы с ума сойти, то же черканите, какой бы вы смартфон тогда купили вместо этих телефонов. Теперь давайте поговорим про дизайн. Дизайн. Понятное дело, что дизайн штука очень субъективная, но так или иначе. Мне нравится, честно вам скажу, дизайн больше Mi, Xiaomi 12. Тут все очень просто. Мне просто не очень нравится 22 Ultra. Мне не очень нравится вот этот блок камер. Мне вот понравился, как в 21-м было сделано, такой большой, массивный. А вот этот не очень нравится. И мне не очень нравится, что он сделан в форме ноута, ноута 20-го. Вот снизу плоские грани, по бокам у нас такие водопадики. Не очень он комфортно лежит в руке. Он достаточно широкий по сравнению, например, с 21-м Ultra. В 21-м Ultra мне точно бы больше понравился. Он мне больше нравится, чем этот дизайн и чем Xiaomi. Поэтому здесь я даю предпочтение Xiaomi. Сзади кожи, честно говоря, тоже мне не сильно нравится. Но сам форм-фактор хороший. А по весу они примерно одинаковые. 225 и 228 граммов. И толщина 8,9 миллиметров и 9,1 в Xiaomi. И, конечно же, Xiaomi очень большой блок камер. Поэтому он сильно выпирает. И поэтому нам для этого нужен что? Чехол, конечно же. Ну и Xiaomi говорим спасибо, потому что и чехол, и зарядка в 67 ватт есть в комплекте. Samsung, конечно же, жадничает. Этот чехол я покупал отдельно. Никакой зарядки, ничего там нет. Мало того, если, в принципе, говорить про зарядку, то в Xiaomi стоит зарядка на 67 ватт и заряжается за 50 минут от нуля до сотни. В Samsung стоит зарядка в 45 ватт. И она заряжается примерно час 15. Плюс у нас есть беспроводная зарядка. Она быстрая на Xiaomi. Это 50 ватт, соответственно, ну, грубо говоря, за час можно зарядить. Только для этого нужна специальная Xiaomi зарядка. Samsung заряжается очень не быстро. 15 ватт. Реверсивная зарядка на обоих смартфонах есть. То есть можно сверху положить какой-нибудь гаджет, там, часики. И со скоростью 10 ватт зарядить. Но зато у Samsung снизу USB Type-C в версии 3.2 это прямо очень быстро. А на Xiaomi по-прежнему старье USB 2.0. Прям очень старый, ему уже много лет. И поэтому файлы по проводу будут передаваться крайне долго. Если вы вдруг будете снимать 8K, о, это просто вы, ну, там, прям реально очень долго будете сидеть перед компьютером. В общем, за комплектацию балл Xiaomi, за аккумуляторы балл Xiaomi. Ну, а давайте тогда я вам расскажу, как и работают они по аккумулятору. Чтобы не быть голословным, я вот что вам покажу. Samsung проработал 16 часов и 19 минут, и 5 часов и 8 минут экрана, остается еще 8%. Xiaomi проработал 11 часов 28 минут, 6 часов и 8 минут экрана, то есть на час больше, и осталось 4%. Ну, вот так вот. То есть, смотрите, я вам точно могу сказать, Xiaomi работает дольше. 5-6 часов работы экрана стабильно. Samsung выдает 4,5, 5,5 часов работы экрана. То есть он точно работает меньше. При этом в Samsung у нас аккумулятор на 5000 мАч, а в Xiaomi 4860. То есть и здесь Xiaomi будет немножко энерго поэффективнее, работать будет дольше, радовать вас будет тоже дольше. Все, можно тебя отпускать. Не будешь больше ловить? Да, кстати, я не сказал еще важную штуку. В руке, в руке лежит тоже удобнее Xiaomi, потому что он не такой широкий, как Galaxy S22 Ultra. И у обоих смартфонов есть влагозащита. Это IP68, можно с ними купаться, тонуть, в соленой воде не рекомендую плавать. Карточку памяти использовать в обоих смартфонах нельзя, есть возможность использовать две сим-карты. Также в Samsung есть возможность использовать еще eSIM. В некоторых вариантах в Xiaomi такого нет. Экраны. 6,73 на Xiaomi, 6,8 на Samsung. Считайте, практически одинаковые. На Samsung такой квадратный экран, у него свои любители. На Xiaomi такой более округлый экран, у него тоже свои любители. Оба смартфона имеют загнутые края, небольшой такой экран-водопад. И там, и там AMOLED, но здесь у нас LTPO 2-го поколения в Xiaomi, в Samsung'е динамик 2X AMOLED, и Xiaomi умеет опускать герцовку от 1 до 120. Samsung не умеет так сильно опускать герцовку, минимум он опускает до 10 герц. ШИМ на самсунговском смартфоне более уверенный и более раздражающий людей, кто на это реагирует. На Xiaomi с ШИМом все попроще, циферки гораздо приятнее. Но при этом Samsung более яркий, у него 1750 нит яркости, HDR контент под солнцем, ну и вообще очень яркий дисплей. На Xiaomi тоже яркий дисплей, 1500 нит, но чуть-чуть проигрывает. И там, и там HDR 10+, Dolby Vision, ну, 120 герц и так далее. Если посмотреть, как оба смартфона реагируют на движение, то мне кажется, что реакция на движение немножечко быстрее у Samsung'а. При том, что по факту смартфон Xiaomi мощнее по процессору и по цифрам, по всему остальному, но вот как будто бы чуть-чуть более шустрый в плане быстродействия именно реакции по экрану Samsung. Кстати, что касается сканера от пчатка пальцев, он у обоих смартфонов есть в экране, работает он одинаково быстро и там, и там, но точно Xiaomi разблокирует смартфон быстрее через фронтальную камеру. Samsung тоже разблокирует, но не так уверенно, постоянно тормозит, что-то смотришь на него, он думает, что с ним сделать. А Xiaomi раз посмотрел, он быстро среагировал. У обоих смартфонов есть Always-On-Display, постоянно отображается время, но на Samsung'е это активный Always-On-Display. То есть, если вам прилетело уведомление в Gmail, вы нажимаете на Gmail, у вас открывается смартфон и запускается Gmail. На Xiaomi нет такой возможности, но на Xiaomi у вас просто отображается время, аккумулятор, и, собственно, перейти в какое-то приложение нельзя. В плане вибрации оба смартфона очень прокачаны, очень приятные, очень-очень-очень-очень, но я бы сказал, что мне больше все-таки нравится Xiaomi. Да, по вибрации он чуть-чуть, просто чуть-чуть, либо я говорю, давайте, что поровну, либо чуть-чуть лучше Xiaomi. Зато у Samsung'а есть стилус, да, дополнительная фишечка, которой вообще нет ни у кого, понятное дело, поэтому здесь Samsung молодцом, можно его использовать как угодно, писать, рисовать, можно отойти далеко от телефона и сделать фотографию, потому что можно сфотографировать, именно нажав на кнопочку на стилусе. В общем, много всяких разных полезных функций, большинство стилусом не пользуются вообще, но есть люди, которым он нравится. Ну, а что касается звучания, значит, оба смартфона у нас прокачаны по звуку, при этом от Harman Kardon у нас звук на Xiaomi, а на Samsung'е у нас звук от AKG. Ну, давайте сравним это звучание, сейчас послушаем мою, кстати, новую композицию, если она вам понравится, обязательно поставьте лайк под ней, и давайте послушаем, как они звучат. Многие блогеры не обращают внимания на этот момент, как смартфон умеет записывать концерты и громкий звук. Считаю, что сравнение должно быть полноценным, поэтому для вас все записал специально. Интересно узнать ваше мнение. Ну что, друзья, как вам звучание этих смартфонов? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне больше, честно говоря, понравился Samsung. Да, друзья, очень важный момент, который, кстати, многих может отпугнуть от использования Xiaomi. Он только китайский. То есть он сделан только на китайский рынок, и как бы все. Ладно, бог с ним, здесь там есть 7-й Benk, нет 20-го, это не так важно, но нет здесь русского языка. И вроде как можно какими-то костылями сюда русский язык накатить, но в целом сложно. Поэтому английский или китайский, все, NFC есть, бесконтактная оплата работает, Google сервисы можно установить, и все у вас будет без каких-либо огорячений. Но то, что он китаец, и то, что если вам его ремонтировать надо будет, то вам надо в принципе озадачиваться запчастями из Китая, дружественного нам, то, ну как бы да. То есть в плане использования, конечно же, Samsung тут попроще. Ну, русский язык, я вообще пошел в любой магазин, в любой сервисный центр, тебе поменяли все, что надо. В плане дружелюбности, конечно же, Samsung, ну здесь лучше. Не знаю, будет ли на Xiaomi какая-то глобальная версия, а необычно как-то ту-пят немножечко с ультра-версией, посмотрим. Надеемся, что будет, но пока ее нету. Так что, если вы боитесь, что у вас смартфон там не будет работать в России, Samsung тут в этом смысле лучше. Ну, понятное дело, что смартфоны поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth версии 5.2, кстати, не 5.3, который последний, а, например, 5.3 есть OnePlus Ace, по-моему, либо в Realme GT No 3, где-то там обычно есть у BBK. Но есть один очень важный момент. Во-первых, Samsung на Snapdragon работают чуть-чуть побыстрее в плане связи, и интернет тоже работает побыстрее на Snapdragon версиях, и даже Wi-Fi лучше работает на Snapdragon версиях. С чем-то связано, не знаю, но вот такая вот статистика есть. В плане быстродействия значит Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Plus Gen 1. И там, и там у нас Snapdragon. Ну, да, конечно же, побыстрее, помощнее, поинтереснее и поэнергоэффективнее это этот смартфон. Xiaomi. То есть, все-таки плюс-версия, это, знаете, в том числе и какая-то работа над ошибками. Это важный момент, который всегда стоит учитывать. Samsung в данном случае является неким таким первопроходцем. И в Antutu Xiaomi у нас выдает порядка миллиона пятидесяти семи, нагревается до тридцати девяти градусов. Samsung в разные варианты выдает порядка девятисот с лишним тысяч и нагревается до сорока градусов. И хорошо, что мы сейчас не берем эксенус-версия, потому что она в этом тесте, конечно же, сливает. Что касается игр, Genshin Impact, оба на самом деле могут работать на максималках, но все-таки в Samsung через какой-то момент появляются лаги. Лаги, в том числе, и связаны с тем, что здесь у нас стоит геймбустер, который в свое время, конечно же, компания Samsung отключила, дала возможность разгонять смартфон, нагружать его и так далее, но все равно не все так хорошо с этим телефоном. У Xiaomi все гораздо лучше, энергоэффективнее, лучше держит частоту, короче, для игр, если вы интересуетесь, то точно больше подойдет Xiaomi, и он меньше нагревается, это тоже важно, и он меньше высаживает аккумулятор, это тоже важно. Так что в плане быстродействия будет небольшой перевес в сторону Xiaomi. Сейчас остается самый главный момент, это, конечно же, камеры. Значит, камера у Xiaomi, основной модуль от компании Sony, IMX 989, практически дюймовый на 50 мегапикселей. На Samsung камера на 108 мегапикселей от Samsung называется HM3. Дальше вот такая история, у Samsung два телевичка, один трехкратное увеличение, второй десятикратное увеличение, это прямо киллер фича. Десятикратное увеличение Samsung делает, наверное, лучше всех на рынке, а трехкратное используется для портретиков, тоже очень хорошо. Xiaomi, тут немножко другая ситуация, здесь один телевичок, пятикратное увеличение, это Sony, AMX 586, он в портретиках не участвует, он участвует только в фотографиях на дальние дистанции. И вы сейчас видите фото и видеопримеры, так что следите за тем, что я говорю и смотрите внимательно за экраном. То есть, в плане телевичков, Samsung более гибкий, трехкратное и десятикратное увеличение, на Xiaomi сразу пятикратное, то есть, нету вот этого промежуточного небольшого, его, честно говоря, не хватает. Также, кстати, как и на ультре предыдущего поколения. При этом, портретики он делает на основную камеру, делает их хорошо, но в портретном режиме ты можешь делать только с двукратным увеличением. Samsung в портретном режиме можно делать однократным, с двукратным и трехкратным увеличением. Тоже, опять, все более гибкое. И, наверное, я бы сказал так, камера Samsung, она чуть более все-таки гибкая, потому что больше всяких различных вариантов, которые можно использовать и всякие разные Pro режимы и так далее. В Xiaomi тоже очень много всяких режимов и режим размытия заднего фона и так далее, и так далее. Но в плане интерфейса возможностей я, наверное, отдам предпочтение камере Samsung. Но все-таки давайте вернемся к основному модулю. Что же он может? Потому что в основном все фотки делаются туда. Оба умеют снимать 8К, 24 кадра в секунду. У обоих, естественно, есть оптическая стабилизация. Xiaomi, кстати, в плане дизайна немножко хиты и все думают, что основной модуль по центру, а тут на самом деле ширик. Основной модуль находится вот здесь вот сбоку. Я бы сказал, что это странное решение, но, наверное, оно чем-то обосновано. В общем, давайте сейчас быстро пробежимся по фотографиям на основную камеру. Ну и давайте начнем вот с этой самой первой фотографии, потому что именно она показывает на самом деле, что такое один дюйм против меньшего сенсора на Samsung. И именно здесь мы можем увидеть вот это пресловутая боке. Ну, давайте, чтобы вы понимали, что такое боке, это когда у нас есть фокус на переднем плане, а задний план размывается. Причем размывается, естественно, оптическим способом без каких-то хитростей. Ну и здесь заметно, да, что вот на Xiaomi у нас размытие больше, чем на Samsung. А что это дает? Это дает, что вот все вот эти листочки, которые у нас здесь есть на Xiaomi, отделяются от заднего фона за счет того, что у нас сзади расфокус. На Samsung, так как расфокус меньше, у нас вот здесь получается больше, ну, грубо говоря, каша, то есть передний фон не так выделяется от заднего. на Xiaomi, чем на Samsung. И вот листочки получились очень приятными. Видите, выделено все хорошо, здорово выглядит, мне нравится. Ну и сейчас вы видите, как-то выглядят на видео. Тоже приятно и тоже видно, что размытие больше. Чтобы получить вот это размытие заднего фона, надо сделать так, чтобы предмет был достаточно близко. Полуметрия от тебя, примерно. В метре это максимум. Еще одна показательная фотография, на которую я уже обращал ваше внимание, смотрите. Во-первых, действительно, детализация на Xiaomi крайне крутая. Вот, это основная камера. Посмотрите, видно, что это металл. На Samsung все просто пропало. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вот здесь у нас засветы на Xiaomi. А на Samsung засветов нет. Понятное дело, что все объекты, видите, на Samsung они такие в кашицу, а на Xiaomi они такие хорошие. То есть, это все хорошо. Но при этом на Xiaomi очень темная фотография. Смотрите, вот тут на Samsung светло, нормально, а вот тут на Xiaomi вообще ничего не видно. Вообще не видно, не видно, не видно, ничего не видно. Тени очень темные. Но качество, конечно, классное. очень темно получается смотрите вроде как фотография хорошая но почему все такое темное вот тут внизу все темно да посмотрите на самсунг светло все видно фактура видно на 7 прямо ну теме какая-то вот тут коридоре темно и так далее очень очень контрастно и очень темно ну и смотрим на детализацию до детализации на основной камере как я уже сказал в вечернее время суток классно выглядит хорошо до samsung здесь есть над чем подумать но сама фотка вот так вот если издалека начинает проигрывать просто потому что она очень темная и вот за счет того что фотки темные посмотрите вот туда например вроде как 4 утра фотография сделана классно но почему она такая темная на samsung и все хорошо до детали да да видите да детали детали до samsung будет проигрывать по деталям но вот эта темень на большой сенсор дает естественно большую детализацию заметно и ну точнее вот так дали вот отсюда вообще незаметно до заметно только когда-то очень сильно увеличивает еще одна картинка здесь я обыскал по цветам примерно одинаково давайте посмотрим на фактуру стены да на 7 такая картинка получается более натуральная замечаете да а на самсунге вот не хватает немножко деталей вот например фотография против солнца вот здесь смотрите ну во первых на сяоми у нас опять более темная фотография вторых солнце засвечено вот смотрите раз засвечен на самсунге отработано а на сяоми засвечено hdr надо допиливать на самсунге все чуть-чуть сместилась в холодную часть поэтому у нас машина белая машина стала слишком голубой но если смотреть на детали то на сяоми их чуть побольше хотя совсем не критично здесь это мало заметно еще одна фотография опять тени очень темный на сяоми разница по деталям есть в пользу сяоми но она как бы не критичный небольшая и отсюда уж точно ничего не видно это же фотография на сверх ширик а вот тут уже кстати самсунг более темный получается и смотрим детализацию сверх ширика даже не могу сказать кто лучше честно говоря очень близко самсунг или сяоми еще одна фотография на сверх ширик опять темная картинка и кстати очень цветная не очень зеленые на сяоми докручивать надо конечно но деталей побольше дачу такая более натуральная картинка получается на сяоми просили меня обращать внимание на макросъемку но не в макро режиме а на обычную камеру почему-то у нас сяоми здесь вышка в расфокусе на самсунге все более четко но на самсунге нас немножко баланс белого ушел в холодные тона поэтому на слишком уж синяя картинка небо естественно наверху было синим и поэтому он отражается синим но не таким синим и уж слишком она стала белой на сяоми ну и почему-то вот тут есть часть в 1 фокси то есть видимо вот какая-то часть фокусе например вот эта капля хотя и тут тоже вы видите тоже на самсунге все четенько а на сяоми у нас не чётенько портретики давайте посмотрим как будто бы есть какой-то фильтр на как будто бы вот немножечко уже подготовили для инстаграма это наверное хорошо если вы хотите сразу укладывайте в инстаграм и плохо если вы хотите дальше это обрабатывать смотрите самсунг дает детали на самсунге это трехкратное увеличение на сяоми фотка на основную камеру портретный режим соответственно двукратное увеличение и вот еще одна вторая фиолен и 5 вот такая какая-то небольшая мультяшности есть на сяоми и нехватка деталей опять же ведь на самсунге все почетче представляете как сложно было стоять алене и делать одинаковые фотографии но при этом конечно есть косяки вот вырезание волос не самое лучше на самсунге но на самом деле он его тут что-то пытается сохранить эти отдельные волоски и сяоми в принципе просто все рубит на корню поэтому на самсунге у нас вот тут хоть что-то остается но более-менее неплохо на сяоми все все обрезано все все волоски маленькие все обрезано и еще обратить внимание лицо менее широкое на сяоми более широкий на самсунг на samsung English наш трехкратно увеличение а на всем не двукратное лечение поэтому так получается больше правды кстати на трехкратно обучения они на двукратном двукратно все-таки немножко сужают лицо немножко это у нас 10-кратное увеличение на самсунге это оптическая на сявами цифровое но зуб на разница видна да вот особенно тут можно посмотреть на самсунге вот тут видно о на сяоми все съедено еще одно десятикратное лечение так уже здесь темнее здесь кстати фоточки очень близки очень близко это у нас пятикратное увеличение на сяоми трехкратное учение на самсунге если их примерно выровнять вот опять же темноватая картинка на сяоми получается какая-то на самсунге посветлее но детали больше будет на сяоми потому что здесь пятикратное учение увеличение ночью на самсунге похолоднее небо синее и более серое небо на сяоми вообще очень близкие получились фотографии это десятикратное увеличение так еще одно десятикратное увеличение тоже очень близко но темновато на сяоми а так вообще хорошо а вот учета на самсунге все поехала в разные стороны сяоми лучше справился и по деталям как близко ну и селфи давайте посмотрим опять темная какая-то сяоми может быть тут лейка под какой-то фильтр хотя здесь стоит обычный мне режим хорошая фотография получилась и там и там мне нравится может быть чуть побольше деталей на сяоми но блин такая темновато фотограф сравнение со светлой самсунговской еще одна сэлфи от учета сяоми перестарался и слишком светло следу этого было темно то теперь светло прямо ну как бы за свет на самсунге получше и вот здесь мне в общем больше нравится детализация на самсунге еще одна фотография но здесь сяоми хорошо и хорошо отработано солнце и лицо видите такой четкая а на самсунге я ушел в какую-то тень в общем друзья я вам показал выводы вы каждый для себя делаете сами я лишь скажу что основной сенсор классно делал фотографии на сяоми он действительно более детализированный при этом обработка и уход в тени не очень хорошо а вот портретики лучше получается на самсунге то еще важно отметить оба смартфонами снимать 4к 60 кадров в секунду но не умеет переключаться между камерами во время съемки самсунг на фронтальную камеру умеет снимать 4к 60 кадров в секунду сяоми на фронталку вместе мы только full hd 30 кадров в секунду пока с этим беда у самсунга фронталка на 40 мегапикселей у сяоми на 32 мегапикселя ну и в целом я бы сказал что фронталочка на самсунге такая все-таки будет пободрее сяоми помимо того что не умеет снимать 4к он также снимает за светами яркие сцены то есть когда ты снимаешься с контровым светом у тебя сзади например закат или восход короче яркий какой-то предмет всеми засвечивает ведь задник а самсунг тоже засвечивает но не так критично ну а здесь в плане фронтальной камеры я точно бы отдавал предпочтение самсунгу ну и при дневной съемки понятное дело что разница в видео саписи не особо видно а вот сейчас мы включаем ночную съемку да ну что заметно samsung шумит samsung дает мыльную картинку а на 7 все гораздо четче понятнее заметнее да вы видите может немножко пересвечена картинка даже влах центр слишком уж светится засветами но посмотрите как выглядит трава как выглядят кусты это выглядит очень интересно и самое главное что ты видишь траву on samsung и вы смотрите все в шумах так что сенсор решает так друзья ну короче что мы в итоге с вами имеем смотрите я бы сказал так что для большинства людей кто на в россии находится наверное подойдет samsung ну во первых потому что есть и есть русский язык локализация пошел починил или пошел купил с этим трудностями xiaomi приобрести гораздо сложнее это более такой гиковый смартфон но для более избраны но при этом xiaomi дает большие возможности он быстрее работает он дольше работает мне нравится в дизайн он очень необычен он выделяется среди толпы то есть в целом мне больше наверное нравится сяоми в плане работы по камерам у нас более гибкая камера у самсунга но при этом более мощная основная камера на сяоми по ценам мы с вами смотрели уже 73 тысячи и 68 тысяч рублей какой бы я мог сделать вывод но вывод на самом деле очень простой оба смартфона реально классные samsung с технической стороны чуть попроще будет сяоми чуть посложнее но самсунг есть стилус и доступность в россии у сяоми с этим сложность понятное дело что в россии будет продаваться samsung гораздо больше чем сяоми здесь вопросов никаких нету но чтобы вы купили вот чтобы вы купили я бы вам задал этот вопрос так как самсунгом я пользуюсь уже полгода почти полгода то я бы конечно же долгое время пользовался сяоми вот наверное спустя месяц я бы смог более точно сказать является ли сяоми хорошей альтернативой или даже замены samsung или все-таки в самсунге есть какие-то фишки которые мне больше нравится вот наверное это мне не хватает пока чтобы сделать этот вывод очень интересно узнать ваше мнение друзья вы за локализацию или вы за производительность вы за трехкратные десятикратное увеличение или вы за мощь основной камеры напишите пожалуйста об этом комментариях очень интересно узнать ваше мнение давайте посмотрим на два этих безусловно очень классных телефонов собственно на этом все друзья большое спасибо за то что посмотрели меня зовут фил это честный блог не болейте всем вам счастливые пока